всем привет сегодня разбор квартиры в жилом комплексе макаровский квартал трешка 113 метров поехали сейчас я вам покажу и расскажу как из обыкновенной планировки трехкомнатной квартиры можно сделать удобную планировку помимо этого я расскажу про отношения заказчика и застройщика я думаю вам наверняка будет интересно как застройщик общается со своими заказчиками которые уже купили у него квартиру это забавно и вчера у тебя был и позавчера и сегодня 6 утра даже дать очень ты мне нужно я всем не могу же я не разорваться да а я я 6 утра ведь стройки же у нас то есть 6 утра я с 5 утра объект объезжаю если я не поинтересует как рабочий класс живет никто не с этой квартиры ко мне обратился заказчик с просьбой помочь ему придумать удобную планировку все это я делал в рамках консультации кстати говоря могу и для вас разобрать планировку и организовать консультацию для этого пишите мне сообщение ну а сейчас начнем разбирать вот эту трехкомнатную квартиру уникальность которой заключается в том что потолки 360 представляете какая высота потолков это просто уникальное предложение и собственно говоря именно на это в основном и купились заказчики а после этого задумались а что же делать с этой квартирой ну точнее говоря с планировкой что с планировкой не так которая от застройщика давайте смотреть при входе но понятное дело классическая прихожая и о чудо слева гардероб это очень здорово надо сказать что при прихожей продумали гардероб где мы будем хранить основной верхнюю одежду дальше мы попадаем в длинный коридор из которого в остальные комнаты начнем с кухни кухня 16 квадратных метров хорошая большая и гостиная 26 метров беда в том что они отдельно друг от друга я понимаю что все привыкли по классической схеме кухня раздельно гостиной раздельно но сейчас уже не те времена друзья мои сейчас в общем то мы идем по пути объединения кухни и гостиной у меня кстати говоря на эту тему есть целый ролик кому интересно посмотрите далее две жилые комнаты по 18 квадратных метров я напоминаю это дом бизнес-класса бизнес а это значит комнаты должны быть соответствующего размера но при этом никто не говорит какого размера должны быть санузлы и ванные комнаты так вот здесь они маленькие ванная пять с половиной квадратных метров но это куда ни шло в общем-то достаточно неплохая а вот второй санузел 2 и 8 квадратных метров это мало потому что мы не можем сюда поставить душевую кабину а значит получить второе место где мы можем мыться это уже извините не совсем бизнес-класс ну так вот как переделать чтобы сделать эту квартиру удобнее первое на что я обратил внимание это раздельные кухни и гостина это первый вопрос которым я озадачился второй это сделать мастер спальню для родителей но вы помните это спальня гардероб и ванная комната все за единой дверью застройщик такого варианта не предлагает ну и третье это увеличить ванны и санузлы сейчас я все это вам покажу я начал с того что убрал коридор убрал стеночку которая между коридором и ванными комнатами таким образом увеличил ванну и санузел а также увеличил прихожую и при этом сделал ее обособленной раньше приходилось ходить немножечко через прихожую сейчас этого варианта нет из прихожей мы сразу же попадаем в кухню-гостиную сейчас это получилась одна большая комната в которой есть хороший большой кухонный гарнитур здесь он буквой г к сожалению большому сожалению не удалось поставить остров а вы знаете как я люблю острова но и не только я все кто начинает пользоваться островом на кухне дают только положительные отзывы со словами примерно такими господи как же я жил раньше это же так удобно вот что такое остров но здесь по конфигурации не получается установить остров мешают те выступы в квартире несущих стен которые мы не можем никаким образом убрать поэтому кухня буквой г но при этом удалось поставить большой круглый стол который можно еще и раздвигать далее есть диванная группа это большой диван даже угловой можно поставить я знаю многие любят угловые диваны кресла и все это формирует большой мягкий уголок напротив которого всеми любимый телевизор но куда же без него так сказать без современного алтаря конечно же телевизор здесь есть и даже может быть очень большим еще у нас остается большая площадь где можно проводить различные тусовки перформансы танцы и так далее одним словом вечеринки есть где развернуться друзья здесь я предложил поставить какой-то красивый предмет например это может быть комод сверху над которой может висеть красивая картина следующий вопрос это мастер спальня здесь я объединил смог объединить спальню гардероб и ванную посмотрите как это сейчас организовано мы попадаем из гостевой комнаты в небольшой тамбур такой тамбур тире коридорчик из этого коридорчика мы попадаем в детскую и в спальню когда мы зашли в спальню сначала мы попали в гардероб я считаю это абсолютно правильное решение когда первым делом мы заходим в гардероб почему но если представить как мы ведем себя когда приходим домой то несложно догадаться что мы сначала раздеваемся вот зашли в гардероб сняли одежду и из гардероба прошли в ванную приняли душ вышли одели халат обратно в гардероб и выходим уже обратно в гостиную или куда там нам надо при этом если кто-то отдыхает в кровати например тут ну кто-то лежит ну захотел поспать мы не заходя в спальню и соответственно не включая там свет не производя никаких звуков не мешаем этому человеку отдыхать поняли почему сначала в гардероб просто многих смущает а почему я захожу в спальню через гардероб через шкаф но это нормально друзья этот так называемый шкаф является дополнительным звуковым буфером между спальней и ванной и когда кто-то принимает душ мы же все понимаем что это шум воды этот шум воды может раздражать спящего человека а когда мы получаем дополнительный буфер между ванной и спальней вот это вот звуковая подушка препятствует проникновению звука из душевой в спальню кстати мы же там еще не только душ принимаем есть и другие звуки уж простите помимо всего прочего мне удалось увеличить ванную и санузел ванную вы уже посмотрели для родителей а вот санузел посмотрите насколько он стал больше практически в два раза и благодаря этому удалось поставить и раковину и унитаз и большую душевую кабину и еще осталось достаточно места чтобы там так сказать с комфортом развернуться это очень важно потому что вот этот вот второй санузел он же гостевой он же детский позволяет детям пользоваться им то есть ходить и принимать душ там кстати говоря здесь достаточно места чтобы душевую кабину заменить на ванну например потому что у кого маленькие дети конечно же это должна быть ванна потому что маленьких детей принято купать в ванной вот и благодаря таким изменениям вроде бы незначительным качественно меняется жизнь а вот каким образом на эту тему я целую лекцию прочитал поэтому кому интересно вы можете перейти по ссылке и посмотреть какое влияние на нас оказывает окружающая среда в данном случае квартира это та среда в которой мы живем посмотрите не поленитесь очень полезно и познавательно сейчас еще пару слов про детскую обратите внимание в детскую мы попадаем через небольшой тамбур про который я уже вам сказал в этом тамбуре мы можем организовать дополнительное хранение это может быть шкаф для одежды детей или еще каких-то вещей которых огромное количество у нас по жизни комната получилось не совсем правильной формы с такой нишей и в эту нишу я располагаю кровать ну вот если так подумать то кровать это то место где мы спим легли закрыли глаза и в общем-то уже погрузились так сказать в другой мир мы во сне поэтому ставить кровать посередине огромного помещения а с хорошо освещенного я посчитал нецелесообразно зачем пускай стоит в такой затемненный нишек легче засыпаться будет а место которое хорошо освещено которое получается хорошее квадратное большое здесь я поставил два рабочих стола это там где дети будут заниматься и небольшой детский диванчик где они могут сидеть играть приходить друзья они могут с ними общаться при этом осталось достаточно большое место где они могут заниматься различными играми но дети любят поползать по полу покатать машинки построить какие-то конструкторы и так далее и тому подобное напомню что дети здесь еще до школьного возраста поэтому место для игр это очень важно остается две лоджи и с этими лоджи и связана интересная история которую я кстати обещал вам рассказать связанная застройщиком ну первое это просто балкон на который я предлагаю поставить на летнюю мебель например это может быть кресло кокон которая качается в него можно забраться с ногами с книжкой и на свежем воздухе но уж насколько он там свежий я не знаю насколько в городе может быть свежий воздух но тем не менее все-таки неплохо выйти на балкончик и там посидеть когда хорошая погода а второй балкон вот с ним как раз связана интересная история эта история про отношение застройщика к своим заказчиком когда они уже заплатили деньги и эту историю мне рассказал покупатель этой квартиры дело в том что когда вы приобретаете новую квартиру вы должны принять ее у застройщика здесь хозяин решил пригласить так называемого приемщика ну чтобы человек посмотрел ровность стен углы 90 градусов короче говоря качество ремонта и вот среди прочих замечаний обнаружилось что на балконе стоит вода и не уходит а надо сказать что балкон открыт он не застеклен и крыши над ним нету так проектом предусмотрено и вот прошли дожди на балконе стоит вода и оказалось что на балконе нету правильного уклона для того чтобы вода уходила на что и указал приемщик этой квартиры застройщик взял паузу аж на целых два месяца и ничего не делал при этом все это время торопил принять квартиру но мне кажется ребята так не делается если вы где-то накосячили и вам на это указали то придите исправьте но это мне так кажется по крайней мере в жилье эконом-класса в академии там сразу же приходят и исправляют все замечания которые касаются некачественного ремонта можете себе представить эконом-класс а это бизнес а в бизнесе тебя мягко говоря посылают то есть ничего не делают и апофеоз всей истории заключается в том что когда застройщик сказал я все исправил приезжает покупатель квартиры заходит смотрит на балкон и как вы думаете что он видит застройщик просто засыпал все щебенкой вот такого размера ребята это называется мы все исправили и настоятельно рекомендовал принять квартиру а то это случится без него и через суд вы можете себе представить абсурд ситуации ребята у кмк как-то подтяните свой сервис у вас все замечательно и красиво прекрасные дома отличный отдел продаж красивые девушки но когда люди уже вам отдали деньги с ними же тоже нужно как-то продолжать работать они посылать их ребята и я не голословно это заявляю мы в макаровском делаем несколько дизайнов и ремонтов нескольких квартир и так происходит всегда стоит только указать на какой-то недочет это такая начинается тягомотина это все время кормят какими-то завтраками а с другой стороны все время торопят и заставляет подписать акты и принять квартиру ребята это как вообще это что такое вы что не можете наладить какой-то нормальный сервис ребята вам приносят по 10 по 15 миллионов вы что не можете нормальный сервис обеспечить людям которые вам уже заплатили деньги но мне кажется это как-то не совсем сопоставимо с бизнес-классом но как-то надо это исправить на мой взгляд ну как это щебенка а по щебенке же вода то никуда деваться не будет то есть она будет там оставаться свести плесневеть я не знаю что там с ней будет происходить да и вообще как на щебенку выходить вы себе это как представляете ли вы что асфальтом сверху потом хотели закатать на этой позитивной ноте я пожалуй с вами попрощаюсь но перед тем как я это сделаю конечно же я попрошу поставить лайк этому видео написать в комментариях что вы думаете по поводу щебенки и конечно подписаться на канал нажмите на колокольчик всем пока да прибудет с вами муза